Божья милости, буди к нам граждану. Мир домыселям. Мир домыселям. Проходите, я чуть не ушел. Проходите, потом мы сбегу. Проходите. Котя. Ну что, поехали. Может, поглядите? Я тоже хотел. Хреновый человек, которого нас теперь не знаешь. Так, сядь, где-то, чтоб видно было. Садитесь. Садитесь рядом. Я люблю на стуле сидеть. Давайте. Так, я, наверное, около там ставлю. От окна ставлю. Ты доходишь? Ну как. А что, у тебя телефон заблокирован? Никто не дозвонит? Нет, у меня телефон только домашний. Того телефона у меня нет. Я потерял телефон свой. У тебя другой телефон? Там у меня было два телефона. Один на Билайне, который обычно звонили. Один МТС, его никто не знал, этот телефон. Да я от Билайна отказался. Остался МТС. Ты где бываешь-то? Ну, в Покровском Соболе. Ходил. Еще что ни разу не пришел, не сказал. Потеряли. Ну, а зачем там пьяницы нужны? А? Зачем там пьяницы нужны? Ну, зачем? Первый день пьяница-то. Сколько время было все что-то было. Ты же знаешь, что все время с тобой беседовали. Ты у меня жил. В это время у тебя отходило все. Сейчас я нормально себя чувствую. Нормально сейчас у меня все. Я... Нормально отчего? После лета я не брал ничего в рот вообще даже. Ну, так и почему тогда не приходишь? Я хотел прийти... Понимаешь, вот следующее воскресенье батюшка будет здесь. Хорошо. Ну, это уже реально. Ну, если вы не возражаете, я приду. Миша, все не воспоминали. У нас дня не было, чтобы мы тебе не молились. Я... Я тоже не... Я тоже о вас молюсь и... Ну, поэтому так у нас хорошо все время это... Просто... Андрей Голович это знаешь? Да. Молодой. Маленький, низенький русский-то. Он у меня пришел жить. У него что-то там неладо. Не пил он ничего. Просто какая-то апатия. Четыре дня прожил. Он ожил. Совершенно другой человек его видит. Такой бестелый стал. На занятиях остается. Четыре... Вечера был-то. Утром, я его считаю, не вижу. Он на работу уходит. Дню-левню бывает. Но вставать с нами вместе на молитву, ты знаешь. Понятно. Четыре сорок. И занятия идут. На занятиях побыл. Разденьтесь. Да нет. Мы долго не будем. Мы по Проведу только. Да я тоже пошел сейчас. Надо в магазин сходить. Ты в чем нуждаешься сейчас? Ни в чем. У тебя все есть, да? Все. Вопросов нет никаких. Как же так? Я хотел... Я хотел... Думаю, приду на этот... Перед постом, думаю, приду на прощенное воскресенье, что... Нет, я сомневался, что вы хотели бы там, чтобы я был. Ну да, батюшка будет. Летом у нас... Ты не знаешь даже, это люди, которые к Крещению готовятся, к Крещению приняли, которые... Если вы не против, я буду ходить. А кто против? А кто тебе сказал, что против? Тебе еще дверь закрыли? Нет, но я подумал, просто после всего это... Подумал? А чем ты думал-то? В каких порах? Что так подумал? Тебе когда-то отказались заходить, дверь закрыли? Нет, просто мне самому нехорошо было. Да мы с тобой как с ребенком нянчились-то. Приходили к тебе и заботились. Ты ко мне приходил жить, у тебя это пришло. Да реально, я ни про кого ничего не сказал ни слова. У меня никаких претензий нету, совершенно. А мы тебя... Я ни о ком ничего одного не сказал никогда. Как-то что-то недавно с Володей там встали, он чистит трубу, я говорю, он не хватает. Почему? Что там? Что там? Жесть, жесть. Как она там оказалась, я даже не помню. Ну в печке-то повороты-то совсем не так, на открытую топится-то. В храме которого? Да, в храме которого, в печке. Ну я на открытую, я же ее не чистил, этим летом же не чистили ее. Она вся забитая там. Ну Володя, почистили сейчас. Там интересно, а вот так вот идут каналы, не так, а так? С чем это связано? Что там кто-то вышибали или упал? Как идут каналы? А? Вот так и горизонтально каналы идут. Нет. Там канал идет, вот так вот идет, потом вниз опускается. Вот так и должен быть. Да. Там вверху просто дело в том, что вверху надо верхний слой этот. Я обычно там прочищал вверху. Там идет, там уже набивается сажа при повороте. Я снимал верхние кирпичи и прочищал их всегда. Вот так и делал. Но она совершенно не пропускает дым. Я не стал еще делать. Я говорю, я не знаю. Я там дальше не вижу, как оно есть-то. Дальше бить, разбивать сейчас холодно. Володя снимал, и мы ее не отремонтировали. Тебя не хватает. Почему именно же стены, которые там... Они дым не пропускают, а вот так вот должен дым идти? Я не... Я еще не могу пополнить. Он вытаскивал жестину. А? Вот так, там две жестины лежат. Да. Там две жестины. Что он их вытаскивал? Так они лежат-то не горизонтально. Как она вертикально дым-то пойдет? Они горизонтально и лежали. Ну и поэтому я текаю дыма не может? Они по... Нет. Первую жестину перекрывает вот это вот. Да. Заслон-то первая. Да. Вот. А как оно так-то пойдет дым, когда жестинки-то вот так лежат? Она... Когда заслонка перекрыта, она идет под жестинку, под первую. Потом через... Это... Через верхний канал и вниз туда опускается. И... Ну все надо там сходить. А на первый канал, который здесь, где дверка, должна подниматься до верху. Потом вот так вниз доходить до плиты. А потом уже выходить наружу. Оно все по-другому. Что я говорю? Как это так оно? Я ничего не мог сделать. Ну, Миша придет и сделает. Миша и батюшка тебя вспоминал. Вот приехал ты. Только Миши нет... Мне самому неудобно. Я говорю, как мне туда вернуться-то, я не знаю. Ты позвонить-то мог. Мы же 10 октября приехали. Я знаю, что 10 октября. Ну, после всего я просто... Мне стыдно было просто все это. Ну, это хорошо, что стыдно. Так ты все это кончаешь? Так я давно уже закончил. Я вообще даже не вспоминаю об этом. Я работаю, как этот... Как и шаг. По 10, по 12 часов. Тебя на работе-то ценят или... Ну, куда же деваться? А такой телефон работает у тебя? Я вам скажу телефон. Я вам дам сейчас свой. А как это работает у меня телефон? А я вот сколько звонить? Так я прихожу после 8-7. Вечером надо звонить-то. Тебе вертюжок-то у меня у печки сделал. И когда бы я не закрывал все время, я вспоминаю. Да нет, у меня... Во всех у вас хорошие, у меня к вам это... На удовольствие почтовый ящик. Замочки сделал Миша Кальмаев-то. А я как лезу, то так за него поклонщик. Это дела живые. Вася-то ходит? А? Вася-то ходит, Черепанов? Да. А вот этот Андрей-то привез машину, которая снег вот так вот в трубу выкидывает. А-а. Ну и привез маму, уже ночью привез. А мы тут распупылили. Я пошел в Южную Аню. Застыл у меня дом-то с этой стороны весь. Там у дома непорядок. Володя порез и нижнее бревно сгнившее. Надо думать, как подвезти бревно теперь. Это надо сейчас уже обдумать, нам доставать. Я знаю как. Надо, значит, обрезок рельсы, примерно вот такой вот. А два домкрата. Дом постановит. Гнелье выбирает, а потом гнелье подтягивает туда. По него фундамент подводит. Ну и все. Володя два окна я попросил. Он купил пенопласт у меня в комнате. И два окна замуровались. У меня одного хватит. Хорошо. Теперь я после поликлиники, когда я пошел уже, потому что сам это добровольно, это я когда в августе месяце. Я долгое время не был в церкви. Я первый раз пошел в храм. Это... Как же он это... Праздник-то какой там в августе? Успение, Божья Мать. Это Успение, да. Да. Я на Успение... Нет. Второе Успение 28-го. Еще раньше. Раньше... Ну ладно. У тебя коту сколько времени? Ему... Какой возраст? Больше десяти лет уже? Больше десяти лет. Тебе если нужен будет кот, у меня кошки. Надежда Васильевна, когда кошка хотелось, она говорит, двух котят оставьте кому-то. А тебе кому-то никого нету. И у меня сейчас своих пять кошек. И которые... Я не могу сюда брать этого кота. Он тебе не нужен? Нет, сейчас никого. Потому что он у меня весь день один тут и так один весь день. Вот ты его сдай тогда в эту... Ну да. Ну да. Ветеринарный пункт. Он до конца будет тут же. Чего рай-то? Это хорошо. Чего рай-то мы придумали. А мы под храмом... Ну под трапезой, знаете-то, еще этих... Пять или шесть черных, которые на улице подобрали, всю зиму кормили. Мы видели, там у вас хоть это... Частный дом... Игнати Тихонович, а не надо, чтобы они там были. Там же потом будет как у нас... Ну еще, мы не будем время тратить. Мы поехали домой. Давай помолимся. Я прийду и это... Принесу пока я... Давай помолимся. Это разберешься тогда. Да. Ну главное, что вы не возражаете, чтобы я пришел. Ну и все. Тогда... У нас, я повторяю, ни одного дня не было, чтобы мы с тебя не могли видеть. Благодарю. Господи, слава Тебе. Боже всемогущий. Мы благодарим Тебя за милость мою, что... Брат наш остался живой. Благослови этот дом. Изгони из него нечистую силу. Помоги брату навсегда освободиться от того, что тяготит душу его. И нас помилуй, милости Твоя ради. Хвала Тебя, счастье, поклонение, слава и благодарение. Болящую Алектину спаси и помилуй. Слава Тебе, Отечественный Святой Дух. Аминь. Аминь. Молись очень тяжелая. Молись. Ну, это вот у Люды. Мы ей делали это. Значит, на щитовидке заделали этот голосовой нерв. Она вот плохо говорит. Ну, вот неизвестно сейчас. Мы еще тоже молимся. Больше ничего не можем. Ну, я благодарю. Я буду. Выходной я буду. В следующий выходной я приду и принесу покаяние. Мишенька, мы все тебя ждем. Мишенька, все ждем тебя. Я... Мне звонить неудобно. Стыдно просто. Я не... Ну-ка, давай. У тебя хоть какой-то есть телефон? А тут я... Я сейчас дам вам телефон. Я в храме в Покровском хожу. Я ходил сколько ходил. Я с соглашением я уходил. Другой предел. Ну, соглашение. Я один ходил. Понятно. Так. У тебя покажи телефон. Напиши нам телефон. На меня. Пробей, чтобы я знал тебя. Набираем. 8-961. Давай. 8-961-230-70-60. А ты свой запиши мне. А почему нету? Вот. Есть. Сейчас я тебя помешу что-то. Угу. Все. Выключай. Так. Сейчас я вытяну. Сейчас я вытяну. Сейчас. вот сюда. Три. Так. Раз. Два. Три. Сейчас я вот сюда. КВМНУ. Раз. Два. Три. Так. Три. Поговорю. Что ты мне это. Не исповедуешься ничего. Не исповедующий. Я говорю. Я не блудник. У меня есть живой духовный отец. Я никуда не пойду. Кто говорит. Ну моя подруга лучше это. Галя, ты почему, говорит, не исповедуешься, почему не причащаешься? Я говорю, сейчас я могу только через два года. Это будет... Да, да, это понятно. А у меня живой мой духовный отец, я никуда не пойду, я буду ходить вот так вот и все. Она как-то на днях, ну не на днях, а уже недели назад позвонил. Что-то давай просить прощения. Я говорю, тебе дверка не закрыта. Она там, она там, она там, она там причащается через каждые две недели. Я говорю, зачем это делать? Не пойму, у тебя толпы толпы-то не проходит. Это не, никогда этого не было. У тебя никакого изменения-то нету. Так, шапка-то моя, куда делась? Шапка там. Вот. А то ее комната-то большая какая. Смотри, тут еще одна комната. Тут брат у меня, он живет здесь? Ну, пока он и должен будет жить. Маме на кровати, что сомнелось. Мама. У него участие, мы оба. Мамочка старенькая была, да. Так же, все, пошли. Во славу Божию. Во славу Божию. Я тут ремонтирую под Tabata. Богом. Ладно, спаси Христос. Слава Христоса. Слава Христос. Давай, спаси Христос. Ладно, Costco. Спаси Христос. Слава Богу. Спаси Христос. Всего доброго Вам. Благослови Господи. Все. Это какое? Благослови Господи. С Богом. С Богом. Я нажму сейчас.